Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем изучать историю искусства, давая ей краткую характеристику, и тема занятия — это западноевропейская художественная культура XVII века. Сначала разберём общие особенности, которые свойственны для этого периода. Отметим, что, характеризуя в целом XVII столетие, вспомним, что с начала предшествующей эпохи происходят важные события общественно-политической жизни. Это и реформация, это крестьянские войны, это обострение социальных противоречий, то есть весь тот спектр причин, которые в конечном итоге приводят к усилению реакции, к подавлению этих волнений, к контрреформации, и в конечном итоге к формированию системы абсолютистских государств. Ощущение трагичности человека, окружающий мир, вот это представление о том, что человек, он противостоит окружающей действительности, это составляет такую драматическую нотку в художественной культуре этого времени. В отличие от более универсального ренессансного мировоззрения, которое мы с вами также рассматривали. И говоря о общей характеристике XVII столетия, отметим, что это время, когда сосуществуют разные тенденции, которые иногда противоречат друг другу, иногда взаимно обогащают. А в данном случае речь идёт о параллельном развитии таких явлений, как барокко и классицизм. И также отметим, что именно с XVII столетием связано такое окончательное формирование реалистического творческого метода, то есть реализма. Эти факторы, которые мы назвали, они оказали решающее влияние на изобразительное искусство, архитектуру и в целом на художественную культуру рассматриваемого времени. Начнём мы с вами с сравнительной характеристики обороченной и классицистической традиции и назовём какие-то характерные черты, которые позволяют их отличать одно от другого. Когда речь идёт о барокко, то мы сразу вспоминаем пышные, чрезмерные, очень декоративные ансамбли. Когда говорим о классицизме, то наоборот речь идёт о сдержанности, величавости, иногда статике в противовес барочной динамике. Для барокко характерно использование резких контрастов, декоративность преобладает в произведениях, которые относятся к данному стилю, а классицизм, напротив, декларирует чувства, меры, акценты не на индивидуальные эмоции, а именно на такой гражданский пафос, то есть на нормы и идеалы общественные, государственные, которые были актуальны для того или иного государства. И если говорить о средствах выразительности, с которыми работают мастера, то для барокко речь пойдёт о такой пластической массе, контрастах света и тени, живописности. Для классицизма, конечно, основополагающим становится линеарное начало, которое формирует ту чёткость, чувство мира, о которых мы также сказали. Отметим, что барочное искусство проявляет себя в разных странах, однако родиной барокко является Италия, то есть та страна, где были сильные традиции католической церкви. Поэтому монументальный ансамбль, который представлен перед вами на слайде, это собор и площадь Святого Петра в Риме, это один из характерных образцов барочного искусства для указанного времени. Сам стиль барокко формируется в Италии ещё в 80-е годы 16-го столетия, и для него характерны вот те черты, которые мы с вами кратко охарактеризовали. Масштабность, насыщенность, динамика, движение, то есть то, что позволяло создать у зрителя особый духовный настрой. Если говорить об архитектуре, то, конечно, барочные ансамбли, они в первую очередь стремятся создать ансамбль, то есть создать благодаря эстетическим качествам определённое настроение у человека, и более того, даже некую такую эстетическую принудительность, то есть определить направление движения и так далее. Вот памятник, который мы с вами рассматриваем, площадь Святого Петра, он создавался с участием трёх выдающихся мастеров в указанный период. Это Карло Модерно, Франческо Баррамини и Лоренцо Бернини. Ансамбль, который перед вами, отвечает тем характеристикам барокко, которые мы с вами назвали. Мы видим площадь, мы видим собор, грандиозность и величественность. Отметим, что не только грандиозные такие памятники создаются в указанный период, а Лоренцо Бернини принадлежит более камерная постройка, которая была создана по церковному заказу. Это церковь Сан-Андреа Аль-Кверинале, тоже памятник, который располагается в Риме. И нужно отметить, что сам мастер именно это произведение считал своим наиболее удачным. Бернини проявил себя не только как архитектор, это был мастер универсального характера, он работал как выдающийся скульптор, известен как прекрасный рисовальщик. Если говорить о его пластических опытах, то традиционно скульптурное творчество мастера подразделяется на три направления. Первое – это произведения, которые создаются им для храмовых пространств, это церковный заказ, а таким является «Экстаз святой Терезы», произведение середины XVII века, которое находится в церкви Санта-Мария де ла Витория. Второе направление – это произведения, которые пронизаны интерпретацией мифологических тем и сюжетов, причем в рамках барочной эстетики автор выбирает именно динамичные, драматичные композиции, там похищение, векство. Вот перед вами композиции «Аполлон и Дафна» и «Похищение Прозерпины». И третье направление – это, конечно, скульптурный портрет. Перед вами бюст папы Урбана VIII, который был выполнен также по официальному заказу, и портрет Констанции Буонарелли – произведение более камерное, которое пронизано такой большей свободой, еще большим лирическим и индивидуальным чувством, потому что эта работа отражает непосредственно даму из ближайшего круга общения мастера. Мы назвали, кроме Бернини, еще такого архитектора, как Франческо Баррамини. Перед вами церковь Сан-Карло-Али-Кватро-Фонтане, памятник, который также относится к римскому зодчеству. Это середина XVII столетия. Отметим, что даже в рамках барокко формируется представление об определенном многообразии, потому что помимо пластики, пышности, перегруженности декором, так или иначе, сооружение строится по законам симметрии. Присутствует красота геометрических форм. Если осмотреть планы сооружений барочных или рассматривать интерьер, как в данном случае мы с вами видим на слайде. Из Италии барочная традиция распространяется и по другим европейским странам. Традиционно в рамках культуры XVII столетия рассматриваются такие государства, как Фландрия, например. Так вот, Питер Пауэль Рубинс, который был мастером изобразительного искусства, перед вами его грандиозная композиция, которая посвящена теме воздвижения креста. Рубинс является главой фламандской школы и также в своем творчестве воплощает ворочные черты. Влияние на Рубинса итальянского искусства бесспорный факт, потому что он был связан с данной стороной, и поэтому пластика, динамика, резкие контрасты, очень насыщенное цветовое решение, колористическое – это те качества, которые характеризуют работы мастера. Причем произведения, которые написаны и на религиозный сюжет, и работы, которые посвящены другой тематике. Вот «Воздвижение креста» – работа 1610 года, «Снятие с креста» – тоже триптих X-го года XVII века, и сцены, которые посвящены интерпретации античной истории. В частности, это «Битва греков и амазонок» – тоже работа X-х годов XVII века, картина «Персе и Андромеда», которая находится в собрании государственного Эрмитажа, и работа «Вак» – картина 30-40-х годов XVII столетия, которая пронизана вот этим ощущением жизнелюбия, полноты, радости существования, всех тех качеств, которые отражают эстетику барокко. Также мастер был выдающимся портретистом, вот его автопортрет семейный и портрет Марии Медичи и портрет камеристки-инфанты Изабелла. Существует версия, которая активно излагается исследователями в научно-исследовательской популярной литературе, о том, что здесь мастер в качестве модели использовал свою дочь, причем изобразил ее, какой она могла бы быть, если бы выросла, потому что девочка скончалась в более раннем возрасте. Кроме Рубенса, фламандское искусство XVII столетия было представлено и творчеством других выдающихся мастеров, которые в той или иной степени отражали базовые принципы эстетики барокко. К числу таких авторов следует отнести Антонио Саландейко, выдающийся портретист эпохи, вот перед вами несколько его произведений, и работы якобы Йорданса, тоже были выполнены в барочной стилистике. Перед вами сцена, которая изображает сюжет, который навеян народными легендами, народными традициями. Это «Бобовый король», праздник, который традиционно отмечался в честь трех волхвов, то есть 6 января. То есть интерпретация библейского сюжета в рамках народной традиции приобретает вот такую трактовку. И другие работы Йорданса тоже пронизаны ощущением красоты, яркости и динамики, свойственной для барокко. Пир Клеопатры, изгнания торгующих из храма и другие. Отметим, что в рамках искусств XVIII века речь идет не только о стилях, которые мы назвали, речь идет еще и о мастерах, чье творчество выходит за рамки какой-то одной художественно-эстетической системы. А такие мастера получили наименование «Вместе левых». И в данном случае перед вами произведение Рембрандта. Это мастер, который представляет уже голландскую художественную школу «Искусство Голландии XVII столетия». Обычно именно этот художник интерпретируется в рамках этого внестилевого направления. Рембрандт, мастер, который является непревзойденным живописцем, выдающимся графиком, создавал произведения практически во всех жанрах. Отметим очень существенный вклад Рембрандта в развитие колористической системы, которая послужила основой для современной творческой практики в том числе. И отметим, что глубина интерпретации сюжетов и сцен, которые он предлагает в своих работах, она поражает своим масштабом, мощью и универсальностью. Перед вами работа «Веселое общество» — это автопортрет с горячо любимой супругой Саскией, где мастер интерпретирует сюжет, связанный с повествованием библейским, а именно сцена, связанная с притчей о блудном сыне. Следующее произведение — это «Даная». Отметим, что работы именно такого рода занимают ключевое положение в творчестве мастера указанного периода — это 30-е годы. Мастер был выдающимся портретистом, именно ему принадлежит создание портрета биографии, работы, которые изображают людей уже в преклонном возрасте. Акцент делается на лицо, на руки, изображенных таким образом, а художник показывает всю сложность и насыщенность их жизненного пути. Ну и традиционным для Голландии 17-го столетия является жанр группового портрета. В данном случае это так называемый «Ночной дозор», групповой портрет членов стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока, «Синдики» — это портрет старейшин суконного цеха, ну и другие работы Рембрандна тоже посвящены указанной тематике, например, «Анатомия доктора Тюльпа» и другие. Отметим, что в Голландии указанного периода, конечно, реализм становится ведущим творческим методом, что и демонстрирует работы, которые я вам показываю. И отметим, что для голландской живописи 17-го столетия характерны явления так называемых «малых голландцев», то есть художники, которые выбирали небольшой формат для своих произведений, в отличие от барочных грандиозных произведений, и интерпретировали голландские мастера, допустим, в родную природу, так формируется сложное жанровое своеобразие именно пейзажа. Также они разрабатывали проблематику натюрморта, многообразные формы, такие как роскошный натюрморт, накрытые столы, лавки, натюрморт «Ванитас» и другие. Также мастера обращаются к интерпретации бытового жанра, тоже произведения могут быть пронизаны глубокой символикой и при этом выполнены с опорой на реалистический творческий метод. Кроме Рембрандта, которого мы с вами кратко охарактеризовали, конечно, Голландия XVII века дает нам и других выдающихся мастеров, таких как Ян Вермиер, который был представителем Дельфской школы. Вот перед вами две его работы. Одна посвящена жанровому сюжету и вторая – это пейзаж. Следующая страна, которая внесла существенный вклад в формирование художественной культуры XVII столетия, это, конечно, Испания. Отметим, что Испания традиционно имела специфические черты, которые были связаны с религиозно-освободительной войной, то есть с реконкистой, которая начинается в начале VIII века. Поэтому в Испании традиционно были сильные традиции католической церкви. Более того, влияние арабского компонента обуславливало художественное своеобразие памятников, архитектуры и других. Отметим, что Испания находилась под влиянием творчества Караваджи, который разрабатывает светотеневую моделировку. В качестве творческого приема используют резкие контрасты света и тени. И в Испании такой метод, такой прием получил наименование тенебризма, монаре тенеброса, то есть резкие контрасты, когда словно луч прожектора выявляет фрагменты формы, фрагменты фигур. И перед нами работа подобного рода. Это полотно Святой Себастьяна и Святая Ирина, автором которого является Хусепи Рибера, выдающийся мастер XVII столетия. Для его творчества характерны драматичные сцены мученичества, в которых подчеркивается победа воли, победа духа над физическими страданиями. Или еще одно произведение, например, «Мученичество святого Варфоломея». Традиционно в испанской живописи не только XVII века, но и вообще особое значение имеют женские образы. Это образы святых, образы Мадонны, тоже о них мы скажем. Второй мастер, который также является представителем испанской художественной школы XVII века, это Франсиско де Сурбаран. Творчество Сурбарана сложилось и развивалось в Севилье, это один из крупнейших центров испанской культуры. Можно вспомнить, что Кармен, которые посвящены, выдающиеся памятники литературы, она как раз была родом отсюда. Но отметим, что Франсиско де Сурбаран большую часть своей жизни работал по монастырскому заказу, поэтому произведения, которые я вам показываю, посвящены именно этой тематике. Это «Жизнь святого Бонавентуры», серия картин, которая была создана как раз по монастырскому заказу. «Святой Бонавентура» на Лионском соборе, «Святой Бонавентура» на молитве и «Смерть святого Бонавентуры». Как я уже отметила, женский образ, образ Мадонны, он получает очень большое значение и распространение в культуре XVII столетия, в живописи в частности. Перед вами «Мадонна с младенцем» Франсиско де Сурбарана. И отметим, конечно, что здесь также проявляются черты реализма как творческого метода. Мастер изображает Мадонну в виде такого характерного типа испанской молодой женщины с темными волосами, с характерными чертами лица. И сцена, которая представлена, это женщина, которая кормит младенца, это тоже очень интересный вариант, который получает развитие в испанской живописи в это время. Здесь можно обратить внимание и на особенности костюма, как женщины выходили из положения в то время. И, конечно, глубокий лиризм, который характеризует этот сюжет. Следующая работа, которая также интерпретирует библейскую тематику, она принадлежит творчеству другого художника. Это Бартоломео Эстебен Мурильо, мастер, который был самым известным в художественной культуре Испании в последующий период, в XVIII-XIX веках. Его даже называли испанским Рафаэлем. Картины копировали, приобретали, поэтому многие произведения распространились за пределы Испании, и часть из них хранится в собрании государственного эрмитажа. Перед вами «Отдых на пути в Египет» и еще одна работа, которая отражает один из догматов католической церкви, это «Непорочное зачатие». Младенец Христос и Иоанн Креститель. Религиозная тематика занимает значимое место в творчестве Мурильо, и, конечно, особенности, которые здесь художник воплощает с такой виртуозностью, они позволяют подчислять его работы к шедеврам живописи. И еще один художник, который тоже с универсализмом своего творчества немножко выходит за рамки принятых классификаций стилей, это Диего Веласкес. Диего Родригес де Сильва и Веласкес – художник, который объединял приземленные образы, которые были заимствованы им из наблюдений натуры, с мифологическими религиозными сюжетами. Перед вами Вакх, историческая картина «Сдача бреда», тоже интересный пример творчества мастера, портретные работы Веласкеса, портрет папы Иннокентия X и портрет инфанты Маргариты. Парадные произведения, которые, тем не менее, позволяют художнику глубоко проникнуть в суть психологической характеристики и передать это живописными средствами. И еще одна работа, которая заслуживает внимания – это «Приахи». Если говорить про художественную культуру Франции, то в творчестве мастеров XVII столетия здесь особое распространение получает классицизм. Нужно сказать о том, что Николя Пуссен, выдающийся французский живописец, является одним из самых последовательных сторонников и теоретиков классицизма. Интерпретация памятников античности происходила по особому пути, то есть мастера выбирали темы и сюжеты, которые позволяли декларировать какие-то гражданские идеалы, которые позволяли раскрывать все эти темы, которые были актуальны для власти в указанный период. Четкость, соразмерность, регулярность находят воплощение во всем, в частности, в садово-парковых ансамблях, образцом которых становится «Версаль». Ансамбль «Версаль» – это крупнейший памятник указанного периода, автором которого является Андрей Ленутер, один из мастеров, который разрабатывал планировку и принимал участие в оформлении этого ансамбля. С одной стороны, он сочетает рационализм и классицизм, с другой стороны, использует масштаб, пышность барокко и создает вот этот шедевр загородной резиденции, которая до сих пор является ключевым образцом такого рода. И отметим, что другие европейские монархи, они, в общем-то, после создания «Версаля» заимствовали основные принципы и переносили уже в другие страны. И если говорить о живописи, я уже назвала творчество Николя Пуссена, который разрабатывал систему классицистической живописи. Чёткость, соразмерность, построение по планам, использование преимущественно трёх основных цветов – белого, красного и синего. Это то, что создаёт художественную выразительность произведений классицизма. Мастером классицистического пейзажа был художник Клод Лорен, тоже представитель французской художественной школы. И отметим, что в его работах, которые часто имеют наименование, связанное с тем или иным сюжетом, например, «Изгнание Агария», так вот в его работах фигуры выполняют функции эстафажа. То есть основной акцент делается на гармонию, красоту природы, в которой видели тот идеал упорядоченности, на который следовало ориентироваться и мастерам, и в целом человеческому обществу. Более того, он часто включает в свои пейзажи фрагменты античных руин, фрагменты античных памятников архитектуры. Таким образом, мы дали краткую характеристику искусства XVII века, очень конспективно назвали страны, назвали художественные школы и показали, каким образом сосуществовали различные художественно-эстетические системы. Я благодарю вас за внимание.